Добрый вечер! Вы смотрите программу Театр Плюс ТВ. Но не совсем обычная, потому что сегодня мы начинаем новый цикл. Он называется «Люди моей жизни». Герои этих передач – наши старые друзья. Многие из них уже снимались в нашей программе. Но в этом цикле они будут рассказывать не о себе, а о тех людях, с которыми их свела жизнь. И мне думается, что именно эти встречи являются одной из самых больших ценностей любой творческой биографии. Константин Райкин. После окончания театрального училища имени Щукина он был принят в Театр Современник. Проработал там больше 10 лет. За это время в театре он сыграл 38 ролей, из них 15 главных. Много и успешно снимался в кино. С первых шагов профессии он завоевал репутацию целеустремленного человека и талантливого артиста. Участвовал в психологических театральных экспериментах Валерия Фокина. Преподавал в Театре-студии Олега Табакова. В 1981 году ушел из современника в Ленинградский театр-миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года сам стал художественным руководителем театра «Сатирикон», созданного его отцом. Как думаешь, Кость, много людей сыграло какую-то роль в твоем восстановлении как личности? Ну вот много не скажу, но их несколько человек. Ну я не стану говорить про папу, потому что это как бы тема для отдельного разговора сразу. А если говорить о других людях, то если говорить о уже работе в профессиональном театре, это связано прежде всего с театром современник, конечно же. Это мой старший товарищ, так я бы назвал там, скажем, и замечательный артист Олег Павлович Табаков, который был со мной всегда в одной гримерке. Он сидел, и вот все 10 лет практически я был его таким, значит, ну, восторженным, так сказать, соглядатаем. То есть вот ты пришел в современник, и тебя сразу поселили в гримерку с Табаковым? Ну не сразу, но вскоре я переехал. Ну, Олег Павлович тогда был директором, он был главным артистом, и, так сказать, из ведущих самых артистов. Он был тем, кто меня интересовал очень сильно, просто в силу желания постигнуть эту вот уверенность в профессии, какую-то такую лихость, что ли, и все такое. Вот. Потом, конечно, была Марина Ниелова, которая была моей партнершей. Подожди, давай мы начали про Табакова. Хорошо. Скажи мне, а как ты обращался к Табакову? Олег Павлович. А сейчас? Олег Павлович. А... Константин, он мне говорил, Коська, Коська, Константин, лилипут. А ты не обижался? Ну, лилипут, я нет. Ну, если обижаться на то, что, нет, это же делается, так сказать, с добрым, с добрым подтекстом они. Лилипут, он называл, лилипутами он называл нас Гариком Леонтьевым. Лилипуты, лилипуты, и, значит, такие-то и лилипуты пойдут. Лилипуты-то были мы с Гариком, мы шли, да. Мы шли с удовольствием. А вот в театре очень часто его, как бы, ровесники или коллеги называют Лёлик. Ты никогда не позволял себе? Лёликом Олега Павловича называли его, так сказать, ну, там, условно говоря, какие-то ровесники или кто-то, так сказать, близкий ему по возрасту. А мы не, нет, Олег Павлович. Слушай, а он тогда был больше артистом или он тогда был больше директором? Он был директором, но он очень много играл как артист. Он сидел в своем директорском кабинете с ружьем, с пневматическим, да, стрелял в стену, в стену стрелял. Действительно? Да, стрелял. Зачем? Ну, ему нравилось стрелять, вот стрелять. Вообще там была масса такого, что никак не укладывалось в те понятия, уж, во всяком случае, директор. Да. Ну, да, при этом он был директором, повторяю, хорошим. Я тогда нарушал дисциплину, это было невероятно, я нарушал. Что ты имеешь в виду, что мог прийти на репетицию? Нет, ну, я мог, скажем, у меня был случай страшный, когда я не пришел на спектакль и вместо себя прислал постороннего человека, чтобы он вместо меня немножко поиграл. А он поиграл? Ну, он пришел. Это был спектакль традиционный сбор, где мы бегали молодыми, там, как бы школьниками, тенями вообще, казалось бы. Ну что, моя тень не так дорого стоит. Я решил, что я как тень мало что из себя представляю, поэтому если будет другая тень, то никто, зрители не встанут с криками, где же Райкин, где же тень Райкин. Нет, я как-то, я решил, что это не страшно, если побегает его тень, а не моя. Ну, в общем, Табаков меня вызвал. Я обратился ко мне со словами, я бы сказал, которые не укладываются в нормативную, значит, вот как бы лексику. Он мне сказал всякие, задал мне вопросы с большим количеством нецензурщины всяких. То есть, вернее, он так, вот мне сначала вкратче рассказал, а что вчера произошло? Почему ты не был? Я сказал, ну, потому что я снимался, ну, я же прислал. Что ты прислал? Кого? Он мне сказал, ну, я прислал человека, который... Он как бы, он выведал у меня все до конца, чтобы иметь право ко мне обратиться вот с этими словами, которые, видимо, у него уже были готовы. После чего я, конечно, запомнил это на всю жизнь, я понял, что нельзя присылать вместо себя никого другого, кроме себя самого. Почему я дисциплинированный все равно артист? Я дисциплинированный, потому что я прошел, вот у меня было два таких случая. Ну, больше у меня таких не было. Обычно артисты, да, артисты делают 15 таких ошибок, прежде чем становятся дисциплинированными артистами. Скажем, а мэтры уже не позволяют себе, скажем, ну, то есть не позволяют, у них бывают такие накладки? Ну, бывают. Скажем, твоей памяти у Олега Павловича бывало что-нибудь? Ну, Олег Павлович, в этом смысле, точнейший человек. Он может там задерживаться, он может себе допускать какие-то, может быть, так сказать, легкие. Он вообще, по части театра, он очень дисциплинированный человек. Он у меня в этом смысле тоже... Есть вещи, которые он считает, так сказать, что называется, там, актерской или театральной дрянью, он это называет, там, дрянью. Ну, вот, какие-то, иногда какие-то приемчики на сцене, которые он не любит, передразнивает партнера. Он не любит, когда, когда, там, ну, какую-то краску употребляет артист на сцене, а другой, в это время, партнер, его передразнивает к такому удовольствию зрительного зала. Он считает, что это такой дешевые, так сказать, штучки, да, действительно так и есть. И он называет это актерской дрянью, всякие вот такие вот повторы слов, всякие междометия, которые употребляют артисты, чтобы, как бы, так сказать, так, свою речь на сцене сделать более живой. А как насчет того, чтобы рассмешить партнера во время спектакля? Он это делал, да, сам. Я выхожу, а там есть такая сцена, значит, Жени Евсегнеева, который играет такого батю, заботливого, взрослого, рабочего, который, значит, пестует молодых. И меня ему представляет Олег Николаевич Ефремов, который играл такого замечательного своего парня, Леонидов. Ну вот, он говорит, вот батя, Толий, вот. И батя протягивает мне руку, а я перед выходом зачерпнул вот так вот горкой, ладошкой вазелин. Представляешь? И вот протяни мне руку, протяни мне руку. И вазелин, да? Ну вот, так что по-разному, много было, да. А вас можно расколоть? С трудом, с трудом. Лучше всех кололы современники Лидия Михайловна Толмачева и Галина Борисовна Молченко. Эти просто вот, если что сделаешь, они делают ху-у-у, и в сторону. Он иногда комментировал нам, комментировал, отворачиваясь от зала, то, что происходит на сцене, играя главную роль. Причем, надо сказать, что это происходило в спектакле «Обыгранная история». Спектакль, который на меня в свое время произвел, может быть, из сильнейших впечатлений моей жизни. Мне было тогда 17 лет, или 16, я только поступил в Театральный институт. И я тогда ходил на... родители меня повели на этот спектакль, это был еще премьерный, они только что получили государственную премию за него. В общем, он шел очень азартно. И он шел убойно для зрительного зала. Это было невероятно. Ну, зал обожал Табакова, Казакова. Вообще, этот спектакль был замечательный. Да, да, это был один из лучших спектаклей, мне кажется, Галины Борисовны Волчок. Ну, просто замечательный спектакль, ну, замечательный уже. И, значит, он на меня произвел сильнейшее впечатление. Значит, родители мои... такое сильное, что родители пошли за кулисы, а я не пошел. Потому что я не хотел с ними встречаться. Я был... во-первых, мне было очень себя жалко, потому что я понимал, что я таким не буду никогда. Я хотел быть вот как вот, как Табаков, вот так вот, ну да. Я прорыдал всю ночь, я не мог не заснуть, ничего. Я не пошел за кулисы, чтобы просто себя не... уже не убить совсем. И как будто вдруг так случилось, по иронии и судьбе, что когда я пришел в современник, то просто первый спектакль, в который я ввелся, был... Это спектакль, наверное, история, который к тому времени шел, соответственно, ну, 4 года. Он был не то что молодой спектакль, но еще вполне, так сказать, в хорошей форме спектакль. И я играл вот эту вот массовку чиновников, которые там такую-то чиновничью машину с собой изображают. Машина, это передвигают бумаги, да. Да. Так вот, Олег Павлович любил, и вдруг я увидел с изнанки эту... эту ткань этого спектакля. Я увидел, к своему удивлению, что он иногда поворачивается к нам, то есть спиной к залу, или так в три четверти к нам, так отворачиваясь от зала так немножечко, и комментирует иногда то, что происходит на сцене. То есть, ну, это совсем не соответствовало тому, что он играет, понимаешь, да. То есть он... он комментировал зрителей иногда, он иногда плевался в нас. Зачем? Хулиганил, при этом тут же поворачивался и заливался слезами. И замечательно играл, в восторгу зрительного зала, весь зрительный зала рыдал. Он иногда поворачивался к нам, делал друг кружку, они странные какие-то сегодня, сейчас опять заплачут. Потом он говорил, почему смеются, не понимаю. Он делал какую-то штуку, они... Потом он... он меня поражал. Меня это шокировало, конечно. Но это уже свойство... это продолжение его достоинств. Вот если это называть... это недостатки, я думаю, что это недостатки. Так вот хулиганить на сцене, я думаю, что в принципе это нехорошо. Как говоришь ты, просто расцветаешь. Я вспоминаю это как такой шок на сцене. Я никогда... было большое количество молодых, которые пытались это повторять. Это бывало ужасно. То есть тоже так хулиганить на сцене, колоть партнера. Но что позволено одному, не позволено другому. Или никому не позволено. Вот я стал к нему подходить и спрашивать его. Значит, а как вы так... а как вы так уверены в себе? Вот говорил я. Ну, такие вопросы задавал. Он говорил мне... Константин, понимаешь, надо просто когда-то... И поиметь внятный успех в каком-то спектакле. И понять, что ты интересен. Дядюшка, что вы делаете? Тут лежал письмо к другу твоему. Извини, захотелось посмотреть, как ты пишешь. И вы прочитали его? Да, почти. А что? Ну, что же вы теперь о вам не думаете? Думаю, что по-русски пишут. Порядышко. Правильно, гладко. Ну, значит, вы не прочитали того, что там написано. Мне кажется, все прочел. Сначала описываешь Петербург, свои впечатления, потом меня. Ну, Господи. Что с тобой? Ну, вы говорите, это так покойно. Вы не сердитесь. Не ненавидите меня. С чего? Мне бесноваться. Ну, так докажите мне это, дядюшка. Ну, изволь, чем прикажешь. Обнимите меня, дядюшка. Нет, извини, не могу. Почему? Потому что в этом поступке разума. То есть смысла нет. Если бы ты был женщиной, то другое дело. Там это делается без смысла. По-другому побуждению. Вы их не считаете меня чудовищем. А что, каждый, кто напишет вздор, у тебя чудовище называется? Ну, знаете ли, все-таки читать про себя такие горькие истины, это что-то... Ты что, воображаешь, что ты написал истину? Нет, я переправлю. А кому ты адресуешь эту истину? О, это поразительный человек. Это мой сосед, мой единственный настоящий, мой ближайший друг Поспелов. Он тоже будет в Петербурге. Тоже приедет. Мы должны, мы обязаны. Человечество сейчас требует лучших умов, чистых сердец, честных душ. Я не знаю, как вам проще это объяснить. Пока свободу и горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим. Души прекрасные порывы. Олег Павлович сделал для меня только хорошее. Вот он вообще был, он и до сих пор, вот я с ним встречаюсь, для меня всегда его приходы в театр к нам, его какие-то в качестве зрителя, его какое присутствие при моем так называемом творчестве, всегда меня очень собирает. Я бы сказал, собирает это слабое слово. Я вообще зажимаюсь просто. Почему? Ну, потому что он для меня очень ответственный. Может быть, самый, так сказать, труднопреодолимый зритель. Почему? У меня комплекс ученика по отношению к нему. Именно по отношению к нему. По отношению к нему. Такого ученика, он очень нелицеприятный, Олег Павлович. Он приходит и таким светящимся взором говорит, ну что, как с тобой разговаривать, комплементарно или по правде? Ну, ну что, как я могу? Комплементарно, конечно. Да, нет, я всегда говорю по правде, говорю я. Не-не-не, ну а что нет, на самом деле полезнее по правде. Он говорит вещи мне всегда очень полезные. Другое дело, что я могу с чем-то не соглашаться. И до сих пор, вот так сказать, что-то он так оценивает, а я по-другому. Но то, что он всегда заставляет меня задуматься, напрячься, собрать, по-хорошему напрячься как-то и подумать о том, что, еще раз подумать о моем несовершенстве, это да. Да. Другое дело, что, ну это уж так, я думаю, что он, так сказать, такого громадного дарования актер, но мне кажется, что если бы у него был такой человек, который бы вот так его напрягал, и говорил бы, и его, ну как бы, так сказать, обращал бы в сторону мысли о собственном, все равно не бесконечном совершенстве, вот это было бы, может быть, ему очень-очень полезно. Мне кажется, что он такого человека не имеет. Я вот так раз хотела тебя спросить, а когда ты приходишь к нему на спектакль, ты с ним комплиментарно или по правде? Ты мне задала вопрос непростой. Простой. Ты знаешь что, я просто ни в себе не чувствую права ему делать какие-то советы давать, какие-то делать замечания какие-то. Я что-то могу думать, что эту работу его я люблю там больше, а эту работу его как актера я люблю меньше. Но я об этом ему не считаю нужным говорить, потому что я не столь откровенен с ним, я тебе скажу в ответ на твой вопрос, я не столь откровенен с ним, насколько он бывает откровенен со мной. Но ему и не... Он просит тебя когда-нибудь. Не просит, не просит, ему не надо это, ему и от меня это не надо, ему от меня нужен комплимент, я ему этот комплимент выдам с удовольствием. Мне его любить есть за что и так, понимаешь, и поцеловать его есть за что. Поэтому, ну, я сейчас говорю о том, какое он на меня влияние оказал. Наверное, мы на него оказывали какое-то влияние, он с нами как-то чувствовал себя еще моложе. Хотя я потом понял, что наши пути когда-то разойдутся, потому что меня интересовалось что-то другое, может быть... А потом я, во-первых, не уверен, что наши пути никогда опять не пересекутся. Я вполне допускаю, что это может пересечь. Да, ну просто, понимаешь, уже у него свой театр и очень известный у тебя, свой театр не менее известный. Да, ну как-то мы тут встречаться стали вдруг, как-то я вдруг увидел, для меня это большая радость, что он вдруг стал нами интересоваться. Первые годы, когда я ему встречался на пути, после того, как я ушел в театр к папе, я ему встречался на пути, у него, по его взгляду, я понимал, что он... Он меня воспринимает как человека, который вышел из лесу, который в лесу пропадал в это время. Ну просто, то есть у Табакова есть такое свойство, ему кажется, что то, чем он занимается, это есть, так сказать, как бы вот пуп планеты. Вот пуп земли, вот это дело, и все остальное уже в таком легком тумане, близлежащее, а дальше оно вообще покрыто мраком. Вообще мало, мало, вообще важно. Вот, а когда я пошел, еще тогда был Ленинградский театр менять, вообще же был, я ушел куда-то туда, он меня встречал с радостью, что я еще жив, вообще, как бы лесной человек такой. Алик-то не было? У него? Предатель, обидел, ушел, нет? Ну, там, так сказать, он пожимал плечами, когда я уходил, так как он не очень это понимал. Но, как-то, я не дал повода для того, чтобы, как бы я ни в чем, так же, как я ушел из современника, я ни в чем, ни секунды этот театр не подвел. Как бы я доиграл все спектакли, я дорепетировал все свои роли, которые я ввел там и помог вести всех артистов. Я как-то, я не хлопал дверью, я никогда ни с кем не ссорился, я ушел очень, продолжая любить и театр, и табаковскую студию, и Галину Борисовну, и Олег Павлович, и как-то так, так я ушел постепенно, что-то называется. Тогда давай про Галину Борисовну. Про Галину Борисовну. А ты с ней когда-нибудь играл в спектаклях? Да, да, я играл когда-то в Вечно Живых, где она играла очень смешно и здорово, Нюрку Хлебореску. Она играет просто классическое. Да, это замечательно было. Между первой ролью Галины Волчек, той самой Нюркой Хлебореской и спектакль Вечно Живые, и ее на сегодняшний день последней ролью, Марта из пьесы Олбе, лежит долгий и трудный путь. Но какой же она может быть разной? Это Галина Волчек. Галина Волчек. Галина Борисовна, это, значит, как такое хорошее венок, значит, вкус которого лучшееет с годами. Да, 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 да. Это такое мощное, так сказать, явление, просто вот в моей жизни, вообще просто в жизни. Вот это такой мощный ум, это такая мощная интуиция, это такая мощная личность. Вот она совершенная провидица, у меня ощущение, что она видит нас, да. Да, да, что она, она бежумная, бешеная интуиция. Абсолютное вдруг умение вдруг что-то предвидеть. Прежде всего, что она абсолютно женщина, это не никакое вот... И женщина даже порой, так сказать, со всеми вытекающими для театра последствиями, она вдруг любит что-то от чего-то отталкивать, отталкивать какие-то вещи от себя. Вот реальность, оттолкнуть, да я не хочу про это знать, не хочу про это, и все. Я думаю, да что не хотите, вот так же вот надо что-то делать. Да не хочу я про это, не хочу. Вдруг она может не придавать чему-то значения, недостаточно скрупулезно. При том, что когда она работала, когда она работала и вставила спектакль, она в этом смысле великая труженица. Вот это тут все. Но для меня она не просто театрный человек, она для меня просто человек, вот как нечто вот из таких вот очень важных людей в моей жизни. Я всегда знал, что она ко мне хорошо относится. У меня был несколько, у меня просто характер такой, что я очень мучаюсь, так сказать, неуверенностью в себе. И как бы, так сказать, я очень запоминаю людей, которые иногда, когда мне было очень от себя, не то что неуютно, а мучительно, когда я терял веру в себя, вот совсем вдруг бывало, ну просто. Она мне помогала. Именно она? Именно она. Словом, взглядом. Я видел, что она, говоря слова мне какие-то, меня поддерживающие, не врет мне. Она, я видел, как она на меня смотрит, как она иногда мной гордится даже. Да, да, да. Это мне, для меня это было очень важно. Я просто, как бы сказать, я, для меня она человек, она для меня вообще вот какой-то человек, который для меня сделал даже больше, чем она, может быть, сама себе представляет. За счет чего? Потому что за счет просто ее, вот буквальной, просто вот такой человеческой веры в меня. Вот она... С самого начала так верила. Да, да, да. Ну она как-то вот так ко мне относилась. И мне часто очень казалось, что я не заслуживаю этого. Вот сейчас она поколеблется, сейчас она как-то, она сейчас пожалеет о том, что она в меня так верит. И там как-то... Она репетировала со мной, когда я Гурского репетировал из записок Лопатина. И она со мной... Я понял, ужасно, что-то у меня не получалось, я ничего не мог сделать с того, что она просила. Ну ничего, просто что-то у меня не получалось, и все, просто я... И пришли первые зрители, которые как-то меня очень отметили в этой работе. И я подумал, господи, и она мне сказала, ну что? Ну, ты слышал? Что-то мне сказал. Я видел, что ей приятно, и мне было приятно. Если она в меня так верила, то я, когда я был на грани каких-то совершенно отчаянных уже просто действий, потому что я иногда только терял веру в себя катастрофически. Я думал иногда, как последнюю, как за соломинку, я хватался и думал, господи, ну если вот этот умный, такой мощный человек, она в меня верит, значит, что-то во мне есть, что-то... Кость, мало таких женщин, да? Мало. Нету вообще почти. Да, думаю, что нет. Скажи мне, а она... В моей жизни больше таких нету, ничего подобного. Да? Да, да. Потому что нет, ну, есть там женщины, с которыми связана моя, тоже как бы, скажем, ну, рабочая, актерская или театральная какая-то биография. Ну, там вот есть все такие, ну, узловые, важные, там, партнерши, я не знаю. Ну, кто? Да, да, ну, вот Марина не емала, прежде всего, конечно. Место. Простите, пожалуйста. Да-да. А может быть, вам что-либо известно об этом деле? Сэр, я знаю только, что рыцарь в страшном негодовании против вас. Вплоть до летального исхода. А, что это за человек, сэр? О, сэр, это один из самых кровожадных, самых опасных дурчунов во всей Иллирии. Да-да? Да, вы слышите, Фабиан, едва с ним справляется. Пусть он, пусть он, пусть он покончит дело миром, пусть он покончит дело миром, а я подарю ему свою лошадку, своего щалого копилета. О-о-о, я не знаю, блин, узнать этому, эту штуку. О-о-о-о, о-о, о-о-о, не знаю, не знаю, не знаю. Сюда! Ну, не надо! Ну, не надо! Ну, не надо! Кали! Кали! Марина, скажем, это особый случай вообще в моей жизни. Просто, так сказать, такой партнершин, которая... Просто артистки, с которыми мне вот так вот счастливилось играть несколько ролей, это уникальное существо, уникальное. Но Марина, это, ну, как сказать, жесточайший человек при этом. Жесточайший по отношению к себе и к другим. Ну, я думаю, по отношению к себе это тоже не страшно. Да, но мне нужно заблуждаться иногда, думая, что я могу что-то. Марина, она мастер спорта по обрезанию крыльев. Она, у неё жёсткий ум очень. Ну, прежде всего, на неё нельзя злиться, потому что она по отношению к себе, прежде всего, такая. Каким образом Марина вообще пришла в театр? Это я её привёл. Откуда ты её взял тогда? Потому что её подруга Ирина Муравьёва когда-то позвонила, сказала... А, да, а у нас забеременела очередная Валентина. Со мной играли Валентины. Ну, я играл, моя первая роль была Валентина. Такая большая роль, главная, заглавная. Я играл в спектакле, шлягерном спектакле, который поставил Валерий Фокин, я играл Валентина. Я играл с Валентинами, разными Валентинами. Валентина была Ирина Акулова. Она забеременела. Подогрался немножко, забеременела. Потом встала Катя Маркова. Подогрался немножко, забеременела. Подожди, какая закономерность? Какая закономерность? Почему? Да нет, я тут абсолютно не причем. Видимо, я как-то в них какие-то будил чувства, и они вскоре начинали готовиться стать матерями. И мы находились в очередном поиске следующей Валентины. Валентина Валера Футина. Да, и разных пробовали, значит, мы артисток, репетировали быстренько какую-нибудь сценочку, и Валера смотрел своим японским глазом на это, и, как правило, он был недоволен. Вот, мы и сказали следующее. Ира Муравьева позвонила, сказала, слушай, у меня есть подруга, замечательная артистка, вот она, по-моему, очень годится. Вот я тогда и скажу, чтобы она тебе перезвонила. Она перезвонила, она пришла в гости. Дальше идет ее рассказ. Представляла себе, что Костя Ряйкин должен выйти почему-то в атласном халате. Я его представляла в атласном халате с шелковым шнуром. Такой поротник, шаль. Он выходит какой-то весь такой же, вальяжный, высокий, красавец. И сильно в возрасте седой. Открылась дверь лифта. Справа была квартира, и слева квартира. И в этой квартире была приоткрыта дверь. И в щели на такой вот высоте какая-то торчала физиономия. Я поняла, что, в общем, я не туда попала, и не на тот этаж приехала. И так, мол, извините, хотел нажать на другую кнопку. На шелкала, а я вас давно жду. Тут я подумала, боже, это не может быть. Во-первых, нет атласного халата. Во-вторых, вижу какое-то странное совершенно лицо. И он сказал, я вас жду. И сделал такую морду несусветную. Я прошла. Мы с ним начали говорить. Я подумала, какая странная у него прическа. Как будто парик на голове. Думаю, как странно все-таки, что мужчина с париком. Хоть он и артист, но не до такой же степени. Странности дойти. Потом он стал со мной разговаривать. И что-то такое махал руками. И паричок этот съехал у него немножко на бочок. А он действительно парик? Я думаю, боже мой, он действительно таки в парике. Я думаю, как это странно. А тогда модно было такие длинные довольно волосы. И у него такая была пажеская стрижка, в которой, по-моему, парик, в котором я потом играла «12-ю ночь». Такое у меня впечатление. Да, виола. И он его слегка сдвинулся. Я в совершенно недоумении была, почему у него, думаю, как-то он странно сидел. Ой, вот так вот как-то садился. Ой, садился. Думаю, боже мой, какой странный мальчик. Ну, мы начали с ним разговаривать. И через пять минут, в общем, проговорили мы с ним часов пять. Потому что мы не могли остановиться. У нас была общая тема. У нас была общая страсть. У нас была общая любовь. У нас было общее все. И нам казалось, что мы знаем друг друга с детства. Потом этот парик съехал совсем. А потом он его схватил и сказал, «Вы извините, я это сниму». Я был к тому времени бритый, лысый, весь в фурункулезе, потому что я снимался у Никиты Михалкова, свой свечер-жечер-жечер-жечер-жечер-жечер-жечер-жечер. Долго выбирал, как бы, да, чтобы сесть мимо Чирия. Вот. И я, знаешь, и в таком виде я пытался как-то ей понравиться, конечно. Потом я стал, мне стало дико чесаться под париком. Под париком стало чесаться. И я, пытаясь сохранить вид красавца и эстета, я пытался, значит, залезть туда, продолжая разговор, залезал через локацию. Она давно это заметила. Давно, потом у нее, оказывается, есть просто уже номер, рассказ про то, как я это делал. Но это с ее позицией, знаешь. А я-то был ощущен, что она не заметила. В общем, она мне безумно понравилась. А с твоей позиции? Она мне очень понравилась. Мы стали репетировать, я сразу понял, что она очень, значит, способная, ну, так скажем, способная, ну, просто замечательно стала репетировать. Пришел Валера Фокин, который вообще же у него же непроницаемые лица. Он сказал, да, ничего, вообще способная девочка. Ну, давайте, вы еще порепетируете, попробуйте, значит. Ну, я-то уже, мы порепетировали, я уже был в нее влюблен просто совершенно. Я уже просто бредил ей просто. Скажи, а чем она, как бы, отличается от других партнерш? Она абсолютный профессионал. То есть на третьем шаге надо, чтобы из левого глаза потекла слеза. Может. Да. И сделает тебе это из десяти десять раз. Да. На третьем шаге из левого глаза потечет слезка. При этом она, это никогда не увидишь, как это делается. Да. Это будет... Вообще, вот, говорю, вот это клоунское начало. Абсолютное желание, небоязнь быть некрасивой. Когда кривляние идет. Она так кривляется, что, думаю, что только буду. Я хочу так повторить. Я хочу уметь это. Причем Галина Борисовна, которая, она ее обожала. Галина Борисовна обожала уже, кстати, уже Марину. И та ее донимала тем, что, Галина Борисовна, можно я там вот сыграю? Вот. Мне одну рожу? Можно я вам покажу одну рожу? И Галина Борисовна там в буфете. Ну что, ну что, ну что, ну покажи. Ну что такое? И вдруг сделала какую-то такую рожь. Все, вот так вот разговаривать. Ну это я сейчас показываю уже, как она стала показывать. Как ты начинал? И вдруг она стала монолог, вдруг такой какой-то старой петербургской женщиной. Так все меняется дикция. Она сразу как-то заплакала. Та стала ржать просто сразу. Резко. От какого-то пренебрежения сразу перешла к безумному восторгу. Ну это вот Марина. Это вот которая умеет. Но при этом она может тебя показать так, в каких-то проявлениях твоих, что... А ты обижаешься? Нет, я не обижаюсь. Мы общаемся с ней редко сейчас, но совершенно жадно. Как старые два алкоголика, которые в завязке находятся и которые вдруг прорываются. Кто бы про нас что ни говорил, все-таки очень хочется пить. Знаешь, два верблюда. И она звонит мне, или я ей, раз в полгода. Но разговариваем мы часов по четыре, по пять. Это буквально, я тебя не преувеличиваю. Просто жадно разговариваем, что-то она рассказывает мне всю свою жизнь, и я ей свою. Невозможно. Ну вот так вот бывает. Слушай, а тебе не жалко вот этой компании Фокина, Марине Ниеловой? Нет ностальгии по тем временам? Нет. Нет, потому что это... Ну как, ты живешь дальше. Это хорошее время было, но это не значит, что оно было лучше, чем сейчас. И я думаю, что Валера об этом не вспоминает так. Ах, вот опять бы это вернуть. Да не хочет он вернуть. Более того, я думаю, что и Марина не хочет вернуть. Почему ты так думаешь? Я думаю, потому что жизнь, она движется. Когда ты двигаешься, тебе не хочется вернуться назад. Хочется вернуться назад, когда все кончилось. Когда, понимаешь, вот остановилось, и ты думаешь, а вот черт, вот было вот тогда так хорошо. А сейчас двигаешься, и такое все время ощущение, может это обманчивое ощущение, что у тебя какие-то еще в твоей жизни какие-то сюжеты впереди. Понимаешь? Эту книжку хочется дальше, дальше перелистывать. Хочется страниц переваривать, мне хочется перечитывать еще. Вы не узнаете меня? Простите, нет. Посмотрите внимательно. Ведь мы столько лет знакомы, можно сказать, с самого детства. Я всегда был с вами. Мы выросли среди одних и тех же людей. Я любил тех, кого любили вы. А ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали, и я не мог поднять головы от подушки. Поправлялись вы, поправлялся и я. Я думаю, у вас на свете нет никого ближе меня. Ну, вы узнали меня? Так значит, вы. Субтитры сделал DimaTorzok